После этого, как ты вышел после тавафа, идешь в Макаму Ибрахим. Макаму Ибрахим — это там стопы Ибрахима, в виде такого золотого, как купола. За ним находишь место, стоишь, Аллаху Акбар, два рака'ата намаза читаешь. Два рака'ата намаза по сунне в первом рака'ате после сурты Аль-Фатиха прочитать сурту Аль-Кулия Юга Аль-Кафирон, во втором рака'ате прочитать сурту Аль-Хляз, Куль Ху Аллаху Ахид. Дал салям, после этого еще есть время, делаешь дуа, смотришь на Кааму, в местности между мультазем. Мультазем — это место между дверью Каабы и черным камнем. Поднимаешь руки и делаешь дуа. Потом поднимаешься в сторону горы Сафа. Это, опять же, территория Мечаси-Аль-Харам с аятами Поднимаешься и делаешь, глядя на Каабу, дуа. По три раза повторяешь и прочешь дуа. И оттуда, с горы Сафа, идешь в сторону Морва, гора Морва. После этого там увидите такие зеленые, обозначены такие, как свет такой горит. И там на этом увидите, когда начинают мужчины бегать, тоже мужчины чуть-чуть бегают. Это тоже, как бы, именно из Сунны, во время Сафа и Морва бегать. Небольшое расстояние. Доходите до горы Морва, тоже поднимаетесь на нее, тоже делаете дуа и опять с Морвой обратно на Сафа. Получается, семь раз, то есть из Сафы Морва раз, обратно два, обратно три, оттуда четыре. Опять на Морва пять, обратно на Сафа шесть и уже седьмой сторону Морва заканчиваешь, делаете дуа и выходите из-за этого. Тем самым, после этого, что стрижете свои волосы. Для мужчин Сунна, то есть стричь, там можно какую-то там часть волос отстричь, но лучше, тем более, если человек первый раз поехал на хач, постричь полностью под машинку и свои волосы. А девушки собирают волосы вместе и унмуля, унмуля, это вот пальчик делится на три части, вот это вот одну часть маленькую, столько отрезается от всех своих волос, тем самым выходит из тайны храма. И тем самым умра совершена. И у умры есть три салпа, это таваф, это и храм, должен быть, ниядь, второе это таваф, третье это сайи, то есть то, что мы сказали, Сафа и Морва. Человек выходит из тайны умра, на нем теперь он ждет дня хаджа, восьмого день дзюль хаджа. В этом состоянии, что он делает в Мекке, то есть в обычной одежде уже переоделся, уже можно искупаться, там помазаться миском, аль-хамдуля, стричься можно, то есть все действия, которые во время храма запрещены были. Также во время храма запрещена близость между мужем и женой. То есть официальные все, аль-хамдуля, как вышел состояние храма, из умра уже все остальные, то есть живет человек обычно своей жизнью, находясь в Мекке, читает, пускай он старается каждый раз приходить в мечеть аль-харам, чтобы читать намаз там. Почему? Потому что намаз в мечети аль-харам приравняется один намаз к ста тысячам намазов. В Медилии в мечети пророка Мухаммада, саламу алейкум, как будто один намаз считается за тысячу намазов, а в Иерусалиме в мечети аль-Акса за 500 намазов награда за один намаз. За один намаз награда, как за 500 намазов. Досутпил восьмой день дзюль хаджа. Это называется яум-эт-таруия. Яум-эт-таруия. Опять человек одевает свой ихрам, но если он приехал на ифрат, то есть на хадж ифрат, то тогда он, то есть он не делает умру, он делает просто в ихраме таваф-кудум, то есть просто таваф без сафа, без марва, умру он делает. Но мы говорили, аль-хамду льна, то что лучше делать хадж-тамадду, лучше делать хадж-тамадду. Восьмой день дзюль хаджа наступил, опять человек заново одевает ихрам. Если он был ифрат, то он, или киран, он остается, он не выходит из состояния храма. Все это время он уходит в ихраме. Это тяжело, то есть некоторые вещи запрещены. То есть, знаете, вот эти вещи, которые запрещены, близить между мужем и женой, там, миска мазаться, стричь ногти, там, каким-то запахом мыло использовать, там, одевать что-то на голод, и все запрещено. Поэтому всегда мы советуем, делайте хадж-тамадду, тем самым вы возьмете умру, аль-хамду льна, и тамадду от слова, то что наслаждение, наслаждайтесь, то что вы находитесь без ихрама. Восьмой день дзюль хаджа человек одевает заново, берет гусль, готовится. Аналогично к тому, как он заходил в состояние храма первый раз. Одевает и храм, девушка, женщина, сестры, аль-хамду льна, они одеваются, как обычно, то есть хаджа, и говорит намерение уже не на умру, а на хадж. Если он делает, за кого-то, опять же говорит, и называет, за кого он делает. И опять начинает делать тельбия. Вспомните, что первый раз он тельбия проговаривает до того, как увидит Каабу. Как увидел Каабу, тельбия закончил, говорит. И здесь сейчас, восьмой день дзюль хаджа, он опять одевает ихрам, и опять проговаривает. И постоянно проговаривает. Тем самым, он размышляет над этими словами, над этими адхкарами. Едет в долину Мина, она недалеко находится от Мекки, примерно в районе, где-то около 10 километров. Там палатки, вы видите, палатки, мы всех растели, там обычно на полу все спят. Там есть ковер, консанер, все там, аль-хамду ля, есть там, еда продается, аль-хамду ля, покушать, чай попить, все там есть. Что он делает первый день тельбия? Приезжает туда, читает намазы сокращенно. Читает намазы там сокращенно и отдыхает. То есть вовремя каждый намаз читает, но однако сокращенно. То есть имеется в виду, утреный намаз, как он был, мы в разделе намаза говорили. Два раката суннады, два раката фарда. Потом асир намаз, духар намаз, два раката фарда. Асир намаз, два раката фарда. Бессунны. Магреб намаз, три раката фарда. Айша намаз, два раката фарда. И витер тоже читает. И в этот день он что, пророк, салаллах, приезжал на минус, чтобы готовился к основному дню хаджа. Следующий день, девятый, дюль-хаджа. Основной день хаджа, я умный арафа. День арафа. Пророк Мухаммад, салаллаху алейкум, сказал, аль-хаджу арафа. Хадж есть арафа. Это самый основной день хаджа. И это является четвертым столпом хаджа. То есть мы сказали, умры, три столпа. Это Ихрам, это Таваф и Са'и. У хаджа четвертый добавляет все еще арафа. Если человек до захода солнца, до захода солнца, заваля, до захода солнца, заваля, то есть время зухра, до захода солнца, хотя бы пять минут не постоял в местности на арафа, его хадж недействительный. То есть ему нужно заново переделать хадж на следующий год, или когда он сможет. Поэтому большая ошибка, то есть опять же бывает, когда ты там на хадже, приезжаешь на хадж, ты на арафа, и кто-то там остался в Мекке, чтобы там Таваф совершать, около Каабы быть. Хоть он там будет Каабу, камень все время целовать, и на арафа не поедет, его хадж недействительный. Он должен приехать на местность арафа. Там уже такие как бы навесы, сейчас шатри тоже есть, аль-хамдул-Лля. Там что он делает? Мы всегда говорим паломникам, что восьмом день это хаджа, некоторые там всю ночь разговаривают, там еще что-то, отдохните, почитали аща, ложитесь спать, подумайте, что будете просить в день арафа. В Аллаху, субхану ва Таалю, ведь день арафа это самый основной день. И пророк Мухаммад, саллаху алейхим салям, сказал, аль-хаджу арафа, хадж это есть арафа, хайр дуа, дуа яуми арафа, самая лучшая дуа, это дуа в день арафа. Утром обычно приезжает, туда автобусы приезжают, после утреной молитвы, и приезжает на арафа. Опять же мы говорим нашим паломникам, как вы утром приедете, опять до зухра поспите, поспите, отдохните там. Почему? Потому что основное это стояние, вот эта дуа начинается после заваля, после зухра, намаза. Пророк Мухаммад, саллаху алейхим салям, делал небольшую хутбу до намаза, потом читал, когда наступало время зухра, читал два раката зухра, салям давал, и сразу же после икама два раката совместил асра. Опять же для чего? Для того, чтобы даже намаз не отвлекал Пророк Мухаммад, саллаху алейхим салям, от дуа. Потому что самая лучшая дуа в день арафа. Как сказал Пророк Мухаммад, саллаху алейхим салям, сказал, «Хайру дуа, дуа яуми арафа, хайру ма культу ана ваннабиюна мин кабли, ла иллахи ла Аллаху аадаху, ла шарика, ла ла хуал мулку, ла хуал хамду, Он сидел, даже отпускал, держал за веревку верблюда, потом отпускал ее, брал другую руку и делал дуа. Принесли ему воду, он выпил, принесли ему питье, он выпил, показать, что он сегодня не постится на Арафате. Поэтому мы говорили в разделе поста, для хаджиев, для паломников на Арафате нежелательно очень поститься. Некоторые совершают некие ошибки, дополнительные намазы, которые читают. Субханаллах, какие дополнительные намазы вы читаете, братья? В тот момент, когда пророк Мухаммад даже сократил и совместил дугр и аср, для того, чтобы его даже намаз не отвлекал от дуа. Делайте больше дуа, 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 до того, как сядет солнце, до намаза Магреб. Как наступает время Магреб, опять же мы говорим, когда последняя часть остается, отдалитесь, уединитесь, подумайте, еще больше делайте дуа. Потому что пророк Мухаммад сказал, дела расцениваются по последним делам. Магреб намаз, это очень быстрое время прилетает. Магреб намаз прилетел, зашел, Магреб намаз зашел, время это вышло. Все, село время, возошло время Магреба. Там Магреб мы не читаем. Отправляемся в сторону Муздалифа. В долине Муздалифа. Там нужно, то есть на Арафате ждете автобус, садитесь на автобусы, достигаете в долине Муздалифа. Там на полу селите коврик. Там что сделал пророк Мухаммад, саламу алейкум салам? Прочитал Магреб и Иша. Совместил, сократил три ракета Магреб, два ракета Иша. Читаете витры, собираете камушки, которые на следующий день нужно бросать в столбы. Собираете камушки, некоторые уезжают уже после полуночи, после двенадцати в сторону Мина. Но сунна, опять же, там ночевать, прочитать утреннюю молитву. После этого делаете дуа, просите Аллах и направляете в сторону места, где кидают камни. Джамарат называется. Это уже, заметьте, уже десятый день месяца Зульхиджа. Это Йом-Аль-Ид, праздничный день. И по поводу Тальбия, по поводу Лаббайк Аллахума Лаббайк во время Хаджа, мы сказали, прекращаем говорить Тальбия во время Умра, когда увидели Ка'абу. А Тальбия, Лаббайк Аллахума Лаббайк во время Хаджа, прекращаем говорить, когда мы пошли кидать в первый день, десятого Зульхиджа, Зульхиджа, в день, праздничный день, кидать камни, когда увидели большой столб, Джамрату-Аль-Акаба, тут уже останавливаемся, говорить Лаббайку, Тальбия. Как кинули мы камушки, уже это праздничный день, в этот день нужно проговорить Такбир. Проговорим Такбира, следующим образом. Аллаху Акбару, Аллаху Акбару, Аллаху Акбару, Ла Иллаха, Илла Аллаху, Аллаху Акбару, Аллаху Акбару, Валиллахи, Алхамду. Еще можно добавить. Аллаху Акбару Кабира, Валхамду Лиллахи, Катира, Ва Субхана Аллахи, Букрата, Ва Асила, Ва Салла Аллаху Аля Набиина Мухаммада, Ва Аля Алихи, Ва Саляма Таслима, Катира. Эти Такбираты проговариваются на протяжении всех дней, и после каждого намаза, после каждого намаза в дни Айяма Ташрика, то есть 10-го, 11-го, 12-го и 13-й последний такбир вы проговариваете после Асара намаза. Это эти праздничные такбираты, праздничные такбираты, которые нужно проговаривать после каждого фарда намаза. Обычно на хаджи, кто на массу Аид не идут, берут семь камушек, которые взяли, собрали Муздалифа, и в сторону джамарата. Когда проходит мимо джамарата, там есть три столба. Назад джамарату сугра, джамарату львустау и джамарату лькубра. Маленький столб, раньше это было, помню, как в виде столба, потом уже расширили, как стена большая такая. Маленький столб, средний столб и большой столб. Десятого, джамарату львуста, то есть в день Аида, вы маленький столб не кидаете, проходите мимо, потом средний, проходите, ничего не кидаете ко мне. Третий столб, джамарату львуста, туда кидаете, поднимите руку, говорите, бисмилля, Аллаху акбар, раз, бисмилля, Аллаху акбар, два, то есть семь раз так кидаете, семь камушек, и потом уходите оттуда. Вот после того, как кинули камушки, то есть вы можете выйти из состояния храма, это называется тахалюль-ал-азгар, то есть маленький выход из храма, есть два выхода. Что такое тахалюль-азгар, тахалюль-азгар, тахалюль-акбар, тахалюль-азгар, то есть вы выходите из состояния храма, кинули камни, волосы бреете, то есть опять же сунно брить волосы для мужчин, женщин, так же одну онмуля, то есть немножко взять волосы и отрезать. Побрить, как Пророк Мухаммад сказал, Рахималь Лах мухаллиكын третий раз, и на четвертый сказал и к тем, кто постригли свои волосы. Поэтому три раза пророк Мухаммад, саллаху алейхи салла, делал дуа за тех, кто побрели свою голову. После этого, что остается одно действие, два действия, зарезать барашку, и нужно сделать таваф, таваф аль-ифа-ба, называется главный таваф-хаджа. И ся'и, и также между сапай и морвай пройти нужно. Сделал таваф, и пройти между сапай и морвай.